МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я любил ее больше жизни. Молел стать моей женой. Но она этого не желала. Играла со мной, как кошка с мышкой. То ласкала, то отталкивала. В тот вечер она призналась мне, что полюбила другого. На меня нашло какое-то помутнение. Я схватил со стола нож и ударил ее. В живот. Антон Андреевич, мне кажется, я читал что-то подобное про Спара Мэри Мэ. А зачем вы сделали из нее мумию? Я не хотел расставаться с ней, с ее телом. Мне, как химику, было интересно провести подобный эксперимент. Едкий натр я украл в лаборатории факультета. Причем с запасом взяли на будущее. Но отчего-то очень быстро охладели к трупу своей воздубленной. И поэтому решили продать его с молотка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ираида Суслова, 26 лет, участница террористической фракции, организации, появившейся после разгрома народной воли. Единственной, кому удалось скрыться 7 лет назад, после покушения на государя императора. Все это время полиция разыскивает ее. А нашли ее мы с вами. Это невероятная удача. Или великолепно разыгранный спектакль. Не понимаю, отчего вы сомневаетесь. Аристархов ведь сам во всем признался. Да, со слов своего петербургского приятеля, который, как вы заметили, буквально надиктовал ему его признание. Думаю, вы преувеличиваете. Однако, странно, что Мартынов не приехал раньше. Но он приехал ровно после того, как прочитал расследование Рябушинского и очередь госпожи Мироновой, в которой подробно написано про полмолнии, про шрам на ее животе. Вы ведь нашли едкий натр в его подвале. Это неопривержимая улика. Антон Андреевич, вы можете себе представить Дмитрия Аристархова, вскрывающего чей-то труп и извлекающие из него органы. Для этого нужна крепкая рука, ну и хотя бы какие-то общие познания в медицине. Ну и самый главный вопрос, зачем было это делать, проще было закопать труп в лесу, ей-богу. Ой, ну что, Анна Викторовна, есть тайны в моей голове, которые не знают даже мои усы. Так, значит, вас можно поздравить, Антон Андреевич? Вас ждет повышение по службе, ну или какая-то другая награда. Анна Викторовна, вы ведь знаете, для меня лучшая награда – это ваше внимание. Ну, взгляните на меня поласковее. Ну, неужели я не заслуживаю вашего внимания? Служиваете, заслуживаете, Антон Андреевич. А разве Аристархова задержал не господин Штольман? Ну, почему вы опять про… Ай, это я послал его в дом Аристархова, просто чтобы не терять времени. Дело, дело принимало очень серьезный оборот. Вы взгляните, это ведь страшная женщина. По взгляду сразу видно, что такая ни перед чем не остановится. Да. Но… Кто это? Что? Это не она. То есть, как? В доме Аристархова убита другая девушка. А… А значит, вы продолжаете настаивать, что не знали, кто такая Ираида Суслова на самом деле? Нет. Когда и как вы с ней познакомились? Месяца три, может быть, четыре назад, в трактире в Петербурге. Первая любовь? Да. Но вы же все равно мне не верите. А чего же? Верю, когда мне говорят правду. Здравствуйте. Добрый день, госпожа Миронова. Очень рада снова вас видеть. Я вас прошу, давайте без церемонии. Просто Анна. Вот, зашла узнать, как идут дела у вас в лавке. О, гораздо лучше, чем я смела предположить. У вас очень читающая публика. Хм… У меня много заказов. И что же заказывают? Хотите знать? Так, двенадцать заказов на двух сфинксов. Это новый роман госпожи Кржановской. Интерес к египетской теме необыкновенный. Могу себе представить. Что же еще? Госпожа Селезнева хочет узнать будущее, полное руководство по картам Таро. Почмейстер Кузякин страдает подагрой. Заговоры от ломоты в суставах. Заговоры? А к доктору он прийти боится. С виду культурный человек. Господин Клюев выписал справочник «Злаки средней России» от братьев Собашниковых. Господин Штольман – энциклопедия «Ереси» и «Опасных культов». Странно. Вы удивлены? Этот Штольман, он ваш знакомый? Мы в Затонске все так или иначе знакомы. Скажите, а я могу заказать себе такую же книгу? Да, конечно. Вас интересует эта тема? Не то, чтобы интересует, так, просто любопытство. Скажите, пожалуйста, а госпожа Миронова, случайно, не ваша родственница? Да, это моя мать. Я не могла оторваться от ее статьи. До сих пор перед глазами стоит эта ужасная картина. Человек в маске убивает ножом в живот свою несчастную жертву. А это все в статье описано? Да. Вы не читали? Кажется, мне надо больше внимания уделять маминым опусам. Простите меня, Полина. Всего доброго. Здравствуйте. День добрый, Анна Викторовна. Здравствуйте, Яков Платоныч. Вы были в книжной лавке? Вас это удивляет? Или это допрос? Скорее, повод завязать беседу. Вы тоже туда направляетесь? Нет, просто проходил мимо. Скажите, на аукционе вы что-то увидели? Точно я не могу сказать, это длилось всего несколько секунд. Но вам же стало плохо, вы потеряли сознание. Мне кажется, я видела, как Анубис убивает кого-то ножом в живот. Анубис, а не Дмитрий Аристархов? А вы думаете, Аристархов не виновен? Признаюсь, у меня есть сомнения, но вы расскажете мне, если… Если я еще что-то увижу? Ну, конечно, я тут же расскажу Антону Андреевичу. Вы правы, так будет лучше. Доброго дня, Анна Викторовна. Доброго дня, Яков Платоныч. Ах, как это мило. Вы только послушайте. Ваш слог просто лег, как дыхание, а писательский талант не сомненен. И кто ж тебе это пишет? Одна читательница. Я теперь получаю вдвое больше писем. Должен заметить, ваш очерк Амумии написан довольно бойко. Однако многое в нем вы приврали. Не приврала, а приукрасила. Никому не интересно читать о реальной жизни. Скажи, пожалуйста, это ведь от меня ты узнала, что жертва получила удар ножом в живот? Да. А в чем дело? Я не понимаю. А в том, что теперь убийцу не найдут. Потому что преступник узнал о ходе следствия из твоей статьи, мама. Не говори глупостей. Дело раскрыто. Убийца арестован. Да. А мы в этом не уверены. А мы это кто? Штольман? Я и Штольман. Ты знаешь, я тебе больше никогда ни о чем рассказывать не стану. Ты просто завидуешь моему успеху, Анна. И не можешь это скрыть. Что ж, в этой семье меня никогда не понимали. Истина сказана. Враги человеку, домошни его. Мне нужно работать. Ну, пожалуй, меня тоже ждут дела. Лиза! Пожалуйста, подай мне кофе в кабинет. Сию минуту, барин. Лиза. Лиза. Иван Иванович. Скажи, ты действительно думаешь, что Дмитрий Аристархов задержан безвинно? Он ведь не признался во всем? Очень много несовпадений. И самое главное, Ирайда Суслова совсем не похожа на дух, с которым я разговаривала. Ты что, снова видишь дух? Да. Мне нужна твоя помощь. Так я могу забрать бинты и амулеты, бывшие на мумии? Они подлинные, имеют некоторую ценность. Да, конечно. Забирайте на здоровье. Хоть что-то. Скажите, а что слышно по поводу денег? Дом Аристархова пойдет с молотка, и уже с вырученных за него денег вы получите ваши пять тысяч. Но, боюсь, что это будет не скоро. К сожалению, нам пока так и не удалось выяснить, куда он делал все деньги от продажи коллекции. А он сказал, что он сделал с настоящей мумией? С настоящей? Да, но ведь была же настоящая мумия, жрец Тутмоса. Что он с ней сделал? Тутмоса? Ну, да. Да. Сейчас мы у него это и спросим. Ну, идемте со мной. Ты знаешь, Аннет, я сейчас вдруг почувствовал себя, как пять лет назад, когда мы с тобой занимались спиритизмом, распутывали всякие хитрые дела. Славное было время. Я, признаться, тоскуем по нему. У тебя вполне есть шанс его вернуть. Посмотри вот на этот дом. Так и веет чем-то зловещим от него. Ну, стоит в лесу, далеко от города. Идеальное место для совершения преступления. Ну, ты так и не сказала, для чего мы здесь. В этом доме, в подвале, было совершено убийство. И мумию сделали здесь же. И вот я подумала, что если на месте преступления попробовать вызвать дух девушки. Быть может, она подаст новый знак. Вот только как попасть в дом? Аннет, это противозаконно. Ты обещал мне помочь. Подержи. Я просто спросил. Я просто просил. Подержи. Ну, дядя. Когда ты просила меня о помощи, ты это сделала таким таинственным тоном, что я сразу догадался, кое-какие мои таланты еще могут очень даже пригодиться. Благодарю. Сколько можно? Я только что два часа беседовал с господином Штольманом и совершенно бессил. А это ничего, Дмитрий Афанасьевич. Послезавтра вас отвезут в Петербург, в нашу Полерную. Там вы отдохнете. А пока ответьте нам, куда вы дели настоящую мумию? Настоящую? Мумию. Мумию. Не знаю. Осторожно, Нэд. Тут ступеньки. Ну, а что мы хотим здесь увидеть? Афанасьевна. Что? Дух Ираиды Сусловой, явись мне. Дух Ираиды Сусловой. Ты знаешь, я почти уверена, что это не Суслова. Да? А может быть, ее дух просто сегодня не в духе? Дух мумии, явись мне. Дух мумии, явись. А нет, он здесь? Кто ты? Трифимин. Трифимин. А на это? А на это? Вот это. Тихо. Вот. Вот. Ты слышишь? Слышишь это? Подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди меня здесь. Одну минуту, я сейчас приду. Сейчас приду, будь здесь, будь здесь. Дядь, ты куда? Дмитрий Афанасьевич. Молчание никак не облегчит вашу участь. Куда вы дели настоящую мумию? Отыщи мы ее. И я уверен, господин Голенищев не будет настаивать на подлоге. Не буду. Я ее сжег. Сожгли? Сожгли? Да. В печке. Разломал и сжег. Помню, славно горело. Боже мой. Какое варварство. Боже мой. Боже мой. До свидания. До свидания. Я... 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 Ну-ка. Анатолий Леонидович, я знал, что с тобой не соскучимся, ну, как. Яков Платоныч, вы были правы, Аристархов не сжигал мумию. Это значит, он не убивал и Рейду Суслова, она… Жива? Нужно немедленно телеграфировать в Петербург. Как глупо, я заблуждался. Я поторопился с выводами, а вы с самого начала все знали? У меня сразу были подозрения, поэтому я молчал. Хотел, чтобы заговорщики подумали, что их план удался. Их? То есть, он был не один. Боже, моя репутация следователя испорчена. Не хороните себя раньше времени. Да куда уж тут… Простите, что пришлось вас поднять в столь поздний час, но дело не терпит отлагательств. Только что мы получили телеграмму о том, что Ираида Суслова задержана на границе. Этого не может быть. Это какая-то ошибка. Вместе с ней арестован ваш приятель, Павел Мартынов. Вдвоем они собирались выехать из России и вывести огромную сумму денег. Павел… Павел… Так она с ним… Каков подлец… Да я должен был догадаться. Неплохо придумано. Меня на каторгу, а сам с Ираида и деньгами за границу. Великолепный план. Да и вы действительно хороши. Сперва отдали все свое наследство приятелю с любовницей, а потом признались в убийстве, которое они совершали. Положим наследство. Дмитрий Иванович собирался пожертвовать на благое дело, свержение тирании и освобождение трудового народа. Я ведь прав? Благодарю вас, Лиза. Можете идти отдыхать. У тебя утомленный вид, Анна. Отдохнуть бы у тебя и выспаться хорошенько. Что с тобой? Он здесь? Нет, но… Чувствую что-то. Хватит. Хватит. Что ты хочешь? Оставь меня! Да. А что случилось со светом? Мария Тимофеевна, что-то метеорологическое, очевидно. Что-то атмосферное. По весне такое часто случается. А отчего вы не спите-то? Пишу новую статью. Называется «Возвращение мумий». Ага. Хотя нет, лучше так. Мумия возвращается. М-м-м. Одно название лучше другого. Мария Тимофеевна. А зачем вам понадобился едкий натор? Взрывное устройство? Да. Кого собирали взрывать? Московского генерал-губернатора. Я взялся смастерить бомбу, а Ираида должна была подготовить все в Москве. Нам было на руку, что полиция считает ее мертвой. Но ведь это все вранье. Никакого заговора не было. Она просто собиралась сбежать с моими деньгами. Все именно так. А как вы передали ей деньги? Дал распоряжение Стряпчему. Он увез их в Москву и там передал ее человеку. Я и сам собирался ехать за ней в день ареста. А где вы собирались встретиться с ней? За границей? Дом купца в Затулино, в Малокнезденках. Спросите о Кулину. Уводите арестованных. Подождите. Вы же не поймали их, верно? Вы меня обманули. Сыграли на моих чувствах. Сделали предателем. Я спас вас от каторги. Если будете благоразумны, отделайтесь ссылкой. У вас есть шанс начать новую жизнь. Не упустите его. Уводите. Браво, 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 Яков Платоныч. Лихо вы его провели. Лихо. Нужно немедленно телеграфировать в Москву. Если им повезет, они арестуют Суслова сегодня ночью. Ну, а начальство оценит вас еще больше? Нет, нет, Яков Платоныч. Это вы. Вы это дело раскрыли, а не я. Я как раз верил Аристархову. Антон Андреевич, я убедительно прошу вас никому об этом не говорить. Мне более чем удобно, если лавры главного сыщика Затонска достанутся вам. К тому же, дело мумии пока не закончено. Это верно. У нас нет ни жертвы, ни преступника. Возможно, эта тайна так и останется неразгаданной. Ни в коем случае. Я не сдамся. Тем более теперь, когда мы почти наверняка знаем, что и убийства, и бальзамирование произошли в подвале дома Аристархова. Нужно непременно еще раз опросить всех, кто были близко знакомы с покойным, и могли что-то видеть. Да он кроме старухи и экономки ни с кем не общался. Ну, стало быть. Начнем с нее. Владимир Семенович, доброе утро. Анна Викторовна, признаться, я был удивлен письмо, которое доставил от вас пацаниной. Мне нужна ваша помощь. Вчера в подвале дома Аристархова не явился дух Тутмоса. Вы говорите серьезно? Я не хотел оскорбить вас. Дело в том, что он ведет себя не так, как другие духи. И я не знаю, чего от него ждать. Хорошо. Давайте найдем спокойное место для разговора. Прошу. Простите, Анна Викторовна, я немного волнуюсь. Сами понимаете, такие истории не каждый день случаются. Случаются. Да. Так. Сейчас дух Тутмоса здесь? Да. Прямо за вашей спиной. Да не оборачивайтесь. Вы его все равно не увидите. Боже мой. Он хочет мне что-то сказать. Я не понимаю! Я не понимаю! Анна Викторовна, что с вами? Говорил сейчас через вас. Как? Ившат, Ибн, Рашид, Рахма. Ну, как-то так вот. Невероятно. Что, вы поняли что-то из этого? Да нет, я умею только писать и читать, иерографию, но… Боже мой, Анна Викторовна, боже мой! Мне в первом из современных ученых удалось услышать древнеегипетский язык! В моем очень вольном пересказе. Пусть! Боже мой, я даже не могу вам передать весь свой восторг! Не надо передавать восторг, испатин Голенищев! Я его не понимаю! Да, да. Так, вы сказали, что вы умеете читать и писать иероглифы. Более менее. Бумагу! Бумагу! Быстро давайте бумагу! Расковья Ивановна, а гости приезжали к покойному Ирасту Андреевичу? Нет, не любил он гостей. И в дом не звал. И что же, за все те годы, что вы у него служили, ни разу никто не останавливался? Быть такого не может. А чего же не может быть, отец мой? Ираст Андреевич из года почти десять месяцев по заграницам разъезжал. А когда возвращался, отдыхал от всех. Угу. А женщины? Неужели не заезжали? Нет. Не заезжали. Ну, заграницей, может, и были, не знаю, не скажу. А здесь других не было. Других? Кроме кого? Ну, что ж теперь скрывать. Сошлись мы с ним? Давно. Ну, я еще тогда молодая да ладная была. Все, похоже, все. Так. Ну, вот этот иероглиф определенно обозначает гробницу. Ну, конечно. Ну, естественно. Он просто хочет, чтобы мы его похоронили. Предали тело земле. Сомневаюсь, Андреевич. Понимаете, семь частей души объединяются и входят в загробное царство Дуат только при соблюдении целого ряда условий. Сохранности мумии, наличие усыпальницы. Вы уверены в этом? В этом уверен Тутмос. В том, что вы погубите его, если закопаете в землю. Ну, что? Ну, что? Тогда он от меня хочет. Видимо, чтобы вы построили ему новую гробницу. Я? Нет, ну, это будет кошмар. Скажите, а вы можете его еще раз попросить поговорить через меня на древнеегипетском? Анна Викторовна. Господин Голенищев. Виноват. Азарт ученого. Скажите, а он еще здесь? Ну, значит, сказал все, что хотел. Или вы его перевели неправильно? Похоже, все-таки правильно. Подождите, подождите, я думаю. И кажется, у меня есть одна идея. Что вы делаете? Это послание ему. Стойте! Есть. Что? Это означает документ одобрен. Что вы написали в документе? А то, что мы хотим построить ему новую гробницу. Но на это понадобится некоторое время, быть может несколько лет, быть может больше. Ну, что это значит? Вот. Взгляните. На съезде российских художников профессор Румянцев призвал к созданию нового музея изящных искусств в Москве. Вот посмотрите, вот этот эскиз победил конкурс на проект для будущего здания. Я действительно хотел приобрести мумию для своей коллекции, но теперь с радостью подарю музей, как только он откроет свои двери. Отойдите, отойдите. Опять то же самое. Гениально. Ну что ж, будем надеяться, ваша проблема решена. Но только одна из двух. Какая вторая? Кто была та девушка, из которой сделали мумию? Полюбуйтесь. Только что из Москвы. А вы сами за телеграммой в Москву бегали? Угу. Ираида Суслова арестована, раскрыта ячейка заговорщиков. Ну что ж, поздравляю. Замечательно. Да. Стало бы теперь можно и по домам. Вы можете идти, а я останусь порой в архивах. Яков Платоныч, вы удивительный человек. Вы из тех людей, которые если не найдут дорогу, так сами ее проложат. Мне нужно выяснить, не заявлял ли кто о пропаже девушки, женщины за последние… За сколько лет у нас хранятся архивы? За сколько? Ну, тут… За столько боюсь, что… Яков Платоныч, вам одному и не справиться. Яков Платоныч» Слышно. Замечательно. Игорь să доставимoon этими слонми. Яков Платоныч. Платоныч – у меня, nadie сколько вы отquent? У вас ждать? Да кто тебя убил, если не Аристархов? Чего выросилась, как королевишня? Посуда со вчерашнего дня не мыта? А что мне посуда? У нас ты на хозяйстве. А я за красоту взятая. Мне руки лучше не марать. Танюша моя, красавица моя, черавница, Афродита Пинорожкина. Да полно, полно вам у Рост Андреевича еще сглазите. Пошла вон, дурак старый, это ты виновата. Не уберегла. Вон. Вон. Я подарю тебе бессмертие. Ты будешь жить вечно. Танюша моя, красавица. Татьяна. Ее зовут Татьяна. Танюша моя, красавица моя, красавица моя, красавица моя, красавица моя. Отходим, подключаем. Отходим, поставим за барыня. Отходим. Отходим. Добрый день. Доброе утро, доктор. Мне сообщили, что вы просили меня срочно к вам приехать. Простите, что потревожил вас, доктор, но вот список пропавших без вести женщин из нашей губернии. Не могли бы вы посмотреть, чьи параметры по описанию совпадают с параметрами нашей таинственной мумии? О, однако список немаленький. Анна Викторовна сегодня в больнице? Нет, вы знаете, она в последнее время работала на износ, поэтому я приказал ей пойти домой и хорошенько отоспаться. Тогда всего доброго. Пойдемте, я распоряжусь, чтобы вас доставили обратно. Чего изволите, барышня? Ищу Прасковью Лисицыну. Мне сказали, она здесь живет? Ну, я Прасковья. Проходите. Да не бойтесь вы. Я из благотворительного общества помощи бедным. Будем вам еду приносить или лекарства, если нужно. Надо же. Ну что ж, благодарим покорно. Присаживайтесь. Доброе утро, девушка. Ну, давайте посмотрим, кем вы у нас можете быть. Это, например, Рязанова Галафира Петровна. Давно спокойно спать перестала. Может, пилюли какие-то есть. А чего же вам не спится? Да грехи старая покоя не дает. Узнаете вещицу? Хозяину вашему принадлежало. Анубис. Бог смерти. Кровь в жилах стынет, когда на такое смотришь. А во сне приснится, так и вовсе поди. От разрыва сердца помереть можно. Не пойму, к чему вы клоните-то? Да все вы понимаете, Просковья. Все это вы понимаете. Все вы понимаете! Я знаю, что это вы убили эту девушку! Да нет! Много лет назад вы убили! Да нет же, не убивал я ее! Барин тогда на неделю в Петербург уехал. И как ты живешь здесь, тетя Паша? Среди ужасов этих? Ты о чем? Об идолах этих поганых, которые у барина в подвале стоят. Да что ты понимаешь? Это все древности. Больших денег стоят. Эрест Андреевич водил меня туда. Хвастался. Только я там чуть Богу душу не отдала. Страх смертный. Особенно демон с песей головой страшен. Он мне по ночам в кошмарах является. Жуть. Будет тебе демон. Будет тебе смертный страх. Сама из дома сбежишь. Папа! Нет! 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 Татьяна! 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 О господи! Когда Эрест Андреевич вернулись, я ему сказала, что утром Татьяну мертвой в постели нашла. Он тело ее в подвал перенес. И что уж он там с ней сделал, я не знаю. Погоревал полгода. А потом меня опять к себе позвал. Вступайте в полицию. Облегчите душу. Суд учтет, что убийство было непреднамеренным. Ну уж нет. Пусть Бог меня судит. Я Ираста Андреевича любила. Всю жизнь ему отдала. А он эту молодую в дом привел. И прислуживать меня ей заставил. После смерти ни копейки не оставил. Все вы нас за людей-то не считаете. Только Дмитрий Афанасьевич хорошим был. Нельзя отнимать у человека жизнь. Идите в полицию. Значит, я пойду. Я пойду. Нет, стой! Ай! 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 Продолжение следует... Зачем вы сами ходили к Проскове? Если бы с вами что-то случилось, я бы тебе это не простил. Хотела проверить свою гипотезу. Почему не обратились ко мне? Тем более, что мы сами уже вышли на Татьяну Столбову, бывшую в услужении у аристарха старшего и пропавшую 30 лет назад. Знаете, Яков Платоныч, вы извините, но духи меня не спрашивают, сколько им еще ждать. И все же, в следующий раз, когда захотите проверять свою гипотезу... Какой другой раз? Не будет следующего раза. Мне надоело, я больше не буду вам мешать ловить преступников. Анна Викторовна, Яков Платоныч, как я скучал по нашей компании, и вот мы снова вместе. И я подумал, а не помузицировать ли нам сегодня? Анна Викторовна, я поддержу вашу партию изящной тремолой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК К сожалению, сегодня не могу, занят. Да бросьте вы, Яков Платоныч, дело это раскрыто, теперь окончательно. А у Якова Платоныча всегда есть дела поважнее. Например, погружаться в изучение опасных культов, ересей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что вы имеете в виду? Пошутила. Прощайте. Анна Викторовна сегодня расстроена. Права же, нет страшнее человека, чем тот, который разучился радоваться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Наконец-то, я вас давно жду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok